Главной темой новостных выпусков украинских телеканалов на этой неделе стала, конечно же, тема замораживания, в буквальном смысле этого слова, жилья и социальных объектов в ряде городов страны. С этих сообщений мы начнем наш очередной дайджест новостей Украины. Город Смело в Черкасской области с 80-тысячным населением, где до сих пор не включили отопление, стал уже чуть ли не символом замерзающей Украины. В больницах и школах столбики термометров едва подбираются к отметке плюс 10 градусов, а в детсадах воспитатели, чтобы хоть как-то согреть детей, кладут им в постель бутылки с горячей водой. Без тепла остаются и жилые массивы города. 9 градусов, а там у нас 7-8 градусов, и вам можно жить в таком условии. Тяжело, очень тяжело, особенно с отоплением, уже старикам хочется тепла, а его нет. Люди выходят на митинги, местные власти просят помощи у Кадмина, но ситуация только ухудшается. В понедельник 12 ноября в городе объявили чрезвычайное положение. Проблема Смелы заключается в долге за газ, который уже превысил 90 миллионов гривен. Замерзает и Кривой Рог. Там из-за долгов местного предприятия «Нафтогаз» отключил газоснабжение городских котельных. Местным жителям ничего не остается, как выходить на митинги и требовать вернуть тепло в квартиры. Из-за недальновидной политики Киева отопительный коллапс ожидается во многих регионах страны. Холодные батареи сегодня в домах жителей Херсона, Одессы, Северодонецка и ряда других городов. В минувший вторник в Киево-Печерской лавре состоялся собор Украинской православной церкви. Ждали участия президента Украины Петра Порошенко. Однако глава украинского государства на встречу со священнослужителями не явился. Ранее в украинских СМИ сообщалось, что Порошенко планировал вынудить колеблющихся епископов УПЦ Московского Патриархата принять участие в объединении украинских церквей. Однако собор епископов постановил, что решения Синода Константинопольского Патриархата относительно украинского церковного вопроса являются недействительными и не имеют никакой канонической силы. Кроме того, УПЦ решила вовсе прекратить евхаристическое общение с Константинопольским Патриархатом. В среду утром в столице Украины выпал первый снег. Это ожидаемо привело к транспортному коллапсу и небывалому количеству ДТП на дорогах. Пробки в городе достигли высшей десятибальной отметки. Но и это оказалось еще не все. Вечером киевлян ждал очередной погодный сюрприз – ледяный дождь, превративший улицы города в настоящий каток. В целом, за сутки из-за сложных погодных условий в Незалежной было зафиксировано почти полторы тысячи дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 11 человек. Под черкасами пенсионеры едва не подрались друг с другом за продуктовые наборы, выделенные партией Олега Ляшко. В рамках очередной пиар-акции представители народного депутата раздавали еду жителям города Каменки. Люди так жаждали заполучить продовольственный пакет, в котором и было-то всего пара килограммов муки, пачка макарон, кило сахара до бутылка подсолнечного масла, что устроили жуткую давку. Четверо украинских «Ура-патриотов» вчера забросали коктейлями Молотова Андреевскую церковь в Киеве. Впрочем, бутылки с зажигательной смесью хоть и разбились от церковной двери, но так и не загорелись. В инциденте пострадал один из священников Киевского патриархата, комендант в помещении. Ему злоумышленники брызнули в лицо с ледоточивым газом из газового баллончика. Отметим, что речь идет о церкви, которую в ближайшее время Украина намерена передать Константинопольскому патриархату.